Всем привет, меня зовут Томата Магика, я художник-иллюстратор и это обзор графического планшета XP-Pen Star G960. XP-Pen это японская компания, которая специализируется именно на графических планшетах. К сожалению, у меня не было возможности достойно заснять процесс распаковки и комплектации, поэтому в этом обзоре я сделаю упор именно на его возможности как инструмента художника. Этот планшет также подойдет графическим дизайнерам, фотографам и людям, играющим в ритм-игру Осу. Хочу сразу сказать, что это планшет без экрана, то есть он просто лежит на столе, пока вы рисуете смотря в монитор. Лично для меня это более предпочтительный вариант, потому что не так сильно устают глаза, как при рисовании на самом экране, а также не надо заморачиваться с калибровкой цветов, чтобы они идеально совпадали на мониторе и планшете. Людям, которые привыкли рисовать на бумаге, наоборот, было бы удобнее рисовать на экране. Планшет идет в комплект акции с двумя переходниками Type-C и microUSB для подключения к телефону на андроиде. В теории возможность рисовать на телефоне с планшетом это офигенно круто, но в реальности я слабо могу себе представить, как кто-то вытащил такую здоровую бандуру с собой на отдых или куда-то еще. Размер планшета составляет 32 на 21 сантиметр, а область для рисования 21 на 13,5 сантиметра. Мне очень понравились огромные поля вокруг области для рисования, из-за чего планшет занимает ощутимо больше места на столе, чем мой обычный планшет. Многие люди руководствуются правилом «чем больше, тем лучше», покупая свой первый планшет, но имейте в виду, что чем больше планшет, тем больше будут движения вашей руки по его поверхности. На маленьком планшете достаточно двигать только запястьем, когда на большом приходится двигать всю руку. Провод подсоединен к планшету и увы, вытащить или заменить так просто его нельзя. Помимо проводного, способ подключения имеется и беспроводной. Ссылка на драйвера была приложена вместе с мануалом к планшету. Планшет подключился сразу после установки драйвера, не надо было перезагружать компьютер, что довольно-таки удобно. Драйвера не конфликтует с уже установленными драйверами вакуум. Планшет черного цвета, поверхность матовая, перо хорошо скользит по поверхности. Толщина пера сразу показалась не очень удачной, в том плане, что эргономичность его под вопросом. Поэтому, если вы заинтересованы в покупке этого планшета, скорее всего придется покупать специальный резиновый чехол. У других моделей я видела, что перья потолще и как раз уже прорезинены, не знаю почему у этой модели не так. У планшета нету места, куда можно сунуть стилус или подставки для него, но у самого пера имеется отверстие сверху, предположительно для того, чтобы перо можно было привязать к чему-то или самому планшету. Стилус без батареек, с высокой чувствительностью нажатия. Для сравнения, на моем нынешнем планшете около 1000 уровней чувствительности, тогда у этого целых 8000. Разница довольно ощутимая. Это отражается в том, что если откалибровать планшет определенным образом, даже малейшее нажатие даст вам толстую линию или наоборот тонкую. Планшет также распознает, с каким наклоном вы рисуете пером. У стилуса имеется кнопка, которая свободно настраивается, как и 4 кнопки на корпусе самого планшета. Вы можете настроить кнопки на свои самые часто используемые горячие клавиши, например отмена, заливка, ластик и т.д. Ластика у самого стилуса нет. Планшет идет с 10 наконечниками для пера. Этого вам должно сполна хватить на несколько лет. Напоминаю, что наконечник стирается именно, когда вы слишком сильно давите на поверхность планшета. При бережном обращении и правильной калибровке вам одного наконечника может хватить на очень долгое время. В целом планшет добротный, выглядит прочно и стильно, а функцию свою выполняет. Большинство перечисленных минусов, даже не минусы, а скорее вещи, к которым я не привыкла, потому что мой основной планшет не этот. Спасибо, что прослушали мой обзор. Мои основные места обитания это вконтакте и твиттер. Буду рада, если зафоловите. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова